Всем большой привет! Раскинулся вот так вот у меня Phalaenopsis Equestris Red, который очень похож на Бесто, который по сути и есть Бесто. Такая у него бирочка. Вот, раскидистый товарищ, еле влазит в кадр. Но сегодня речь пойдет не о цветении, а его цветение у меня на канале есть видео, его можно посмотреть. Я дам ссылочку в описании и, конечно же, в конце видео. Этого, кто досматривает до конца, там появляются ссылочки на другие видео. А поговорить я хочу о наболевшем. Есть у меня вот такая на нем деть. Видите, какая красоточка. Я ее выращиваю для своей орхоподруги и, я думаю, весной она уже будет готова быть самостоятельной, поехать в новый дом. Но к чему это все видео? В очередной раз хочу сказать, ребята, не отделяйте деток слишком рано. Детка должна быть размером 1 3 материнского растения и у нее должно быть в идеале где-то 3 корешка сантиметров по 5. Понятное дело, есть миниатюрные орхидеи, где корешки могут быть покороче. Да, есть огромные орхидеи, где корешки желательно, чтобы были подлиннее. Но многие не дожидаются почему-то, чтобы вот сама листва, само растение доросло до нужного размера. Только видят вот корешки большие, сразу отрезают. И вторая очень большая ошибка и тут, пожалуйста, не делайте, потому что это очень-очень чревато. И вот это вот моя большая боль. Все почему-то считают, что если вот эта вот деточка зацвела, значит она взрослая, самостоятельная, ее можно срезать и отправлять. И очень часто срезают ее вместе с цветоносом. Ребятушки, соночки мои, хорошие мои, милые, нельзя так делать, потому что вот это чудо растет не за счет своих сил и цветет не за счет своих сил. Не потому, что она уже такая большая, взрослая, самостоятельная дама, которая готова пуститься в плавание по взрослой жизни, а потому, что ее питает материнское растение. И силы на вот это цветение идут из мамки. И это не детка цветет, это мамка цветет, считайте. Ну вот так это, если совсем грубо. Да, тут пробудилась цветочная почка. Да, я с вами согласна. Да, даже можно опылить. Да, даже можно получить семенную коробку. Но вся сила, вся подкормка, питание, все-все-все идет за счет материнского растения. И детки прекрасно в любом маленьком самом миниатюрном возрасте процветают и размере, процветают на материнском растении и в два цветоноса, и пышно, и все на свете, и без последствий, если их не срезать. Если вы срежете, то, во-первых, сама детка не готова к самостоятельной жизни, и адаптация может пройти удачно, она будет дальше расти. Но это не факт. Скажем так, могут быть варианты. Но если у нее есть еще и цветонос, то те силы, которые бы она пустила на выживание, она пустит именно на цветонос и цветение. И помрет, скорее всего. И очень часто в таких случаях, если вы срежете, то она может и скинуть этот цветонос, и все равно у нее не хватит сил ни на что. Поэтому, пожалуйста, ребят, не срезайте. Есть цветонос, но это вот он просто есть, он просто цветет. И это не значит, что вот можно отрезать, можно продать, подарить или еще что-нибудь. Дайте детке спокойно пожить и дорасти до самостоятельного размера. И еще, опять-таки повторюсь, мамка никак не страдает. Многие боятся, хотят быстрее срезать детку и вообще считают это трагедией, потому что от этого бедная мамка страдает, теряет силы. И вот этот вот миф, что детки тянут силы из мамки. Ой, ну, конечно, она их питает, но все ж не так страшно. Не убивают детки мамку, и их можно не снимать вообще. Есть у меня такие товарищи, с которых я вообще не снимаю деток, и все прекрасно. И вот эта мамка прекрасно растит детку, детка цветет, мамка цветет. Хорошие плотные листья, хорошие корни, все супер. Ну, я довольна. И не убиться эта детка, и не пора ее срезать. Вот такое коротенькое, но, я думаю, полезное познавательное видео. Я надеюсь, я смогла донести свою мысль. И все-таки действительно многие люди, особенно новички, ко мне прислушаются и сами уберегутся, и не купят такую маленькую детку, которая у них погибнет, например, и не будут торопиться и сами срезать этих деток. И, в общем, все пойдет во благо. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, заглядывайте в описание, там много полезных ссылочек, много всего. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. В конце сейчас появляются тут всякие дополнительные окошки, по которым можно посмотреть другие видюшки, зайти на мой канал, посмотреть весь список. В общем, много чего полезного. И на этом уже совсем все. Всем огромное спасибо за просмотр солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока!